Сохраняя дистанцию полтора метра и соблюдая другие меры предосторожности, мы продолжаем рассказывать о красивых событиях. Это программа «Блючитайм». Всем здравствуйте! Мода от кутюр начинается с тканей высокой моды, а в них всегда есть что-нибудь эксклюзивное, уникальное, инновационное. Историю одной фабрики, небольшой, скромной или лучше даже будет сказать изящной, как все французское, мы расскажем вам в следующем сюжете. Что сегодня из себя представляют эти ткани? Здесь участвуют и нити, и шнуры, и ленты, вырезанные из ткани, ленты из сетки, металлические элементы, нити с пайетками, бусины. Создатели этих тканей называют бойцами невидимого фронта, ведь их имена известны в основном в кругах профессионалов. Но именно эти художники и технологи принимают непосредственное участие в высокой моде. В ряду таких незаменимых скромная и изящная, как все французское, фабрика Малия Кент. Ее создатель Мишель Сарана, она была художником, и она ничего не знала про производство тканей, не была знакома со станками ткацкими. Она просто создавала эскизы тканей из очень необычных материалов, и ее фантазия не была ограничена ничем. Ей посоветовали свои вот эти эскизы отправить Габриэл Шанель. Это было в 1961 году, она так и поступила. Габриэль, когда увидела эскизы, она пришла в восторг. Настолько они были интересными, новыми. Тут же, после того, как Габриэл Шанель включил эти ткани в свою коллекцию, посыпались заказы от Исен Лорана, от Армани, от других марок самого высочайшего уровня. Более чем за полвека фабрика Малия Кент сохранила преданность креативу и высокой моде, пригласив в свою компанию инновации. Сейчас они вот эти свои идеи воплощают на современном оборудовании при участии новейших IT-технологий. То есть как это все сегодня происходит? Идеи черпаются со всего мира. То есть приглашаются дизайнеры с разных точек земного шара, они рисуют ткани, свои идеи. Дальше делается отборка уже руководителем компании. И затем уже специалисты подключаются, которые эти идеи могут переложить уже в технологии. На сегодняшний день, что нового эта фабрика нам предлагает, они выпускают уже не ткани. У них есть возможность выпускать определенные детали уже с обработкой борта, с карманчиками и даже с пуговицами. Вот такой ноу-хау они ввели. Эти ткани, как и модели из них созданные, существуют в единичных экземплярах. Они приравниваются к шедеврам, которые с годами только растут в цене. В нашей новой рубрике, которая посвящена бьюти-инновациям, мы рассказываем о различных методиках улучшения состояния лица и тела. Особенность в том, что об этом рассказывают не специалисты-косметологи, а бьюти-эксперты, которые все это проверили на своем опыте. Я Елена Бронникова, и я бьюти-эксперт. В этом проекте я буду рассказывать о новинках современной косметологии. Смасс-лифтинг – это подтяжка лица с помощью ультразвуковых волн. С помощью смасс-лифтинга вы сможете за одну процедуру подтянуть овал лица, сделать более четким его контур, убрать второй подбородок и так называемые брыли. Ультразвуковая волна воздействует на подкожно-жировую клетчатку, в результате чего кожа становится более гладкой, плотной и эластичной. Но в отдельных участках, где прослойка жировая более плотная, там ощущается легкое покалывание. Параметр меняется в зависимости от чувствительности пациента. Эффект нарастающий, также его можно увидеть сразу после процедуры, но он будет нарастать в течение месяца и будет сохраняться в течение года. После процедуры нужно соблюдать рекомендации специалиста. Исключить любые прогревания, ванни, сауны, солярии, горячие ванны в течение двух недель. Впоследствии можно повторить процедуру и вывернуть свои контуры в былую форму. На этом все. Меня зовут Елена Бронникова. Естественность – это хорошо, но я за ухоженность. Центр косметологии «Мерлин». В нынешних условиях мы работаем с соблюдением всех мер предосторожности. Для вас мы рады представить по демократичным ценам лазерную и электроэпиляцию, аппаратное и инъекционное омоложение, удаление шрамов и тату, выполнение и коррекцию татуажа. Звоните 268 05 07. Центр косметологии «Мерлин». Ждем вас на улице Свободы, 32. Преискурант на сайте вселенка.ру. Школа маникюра и педикюра «Лаки». Учим грамотно и с душой. Лучших выпускников трудоустраиваем. Онлайн-запись учеников и моделей на сайте lakyschool.ru Для первых в труде и первых в игре. Для первых свиданий и первых признаний. Для первых по кудряшкам и первых по волнам. Для первых на поворотах и первых на виражах. Махва. Первые для первых. Известный психолог и писатель Анатолий Некрасов этой весной должен был дважды побывать в Челябинске. Но и в его планы вмешалась известная ситуация. Правда, приехать один раз и выступить перед челябинской публикой с моноспектаклем Анатолий Александрович все же успел. Подробности в нашем репортаже. Проблемы в отношениях возникают независимо от политического строя и экономической ситуации. Но если говорить о нашем веке, то причина большинства противоречий между мужчиной и женщиной – это смена социальных ролей. И чтобы найти компромисс между природным и социальным, придумали всевозможные тренинги и практики. Это как раз борьба против положенностей. Это та граница, которую, перейдя, которую женщина превращается, ну, чаще всего даже называют, в лошадь. А если в ту сторону, там она теряет себя как личность. А вот эту тонкую грань надо найти. Но она легко находится, если женщина занимается вот раскрытием своей, женской суть. Вам предлагают какую-то деятельность, а вы спросите, а это принесет мне счастье? Я буду от этого счастлив. Если вам надо ехать час в одну сторону, час в другую сторону, и там еще коллектив не такой, зато зарплата хорошая. Вы будете от этого счастливы. Писатель и психолог Анатолий Некрасов на этот раз со своей аудиторией общался в формате спектакля. Я так поняла тоже, ей все это открылось. Простите, дети, что я вам уготовила такую судьбу. Что вы пошли по жизни по моим стопам. Каждый нашел в себе что-то. Или в своей жизни, или в жизни родителей. А главное, увидел выход из этой ситуации. В зале немало мужчин, что для подобного рода мероприятий редкое явление. Кстати, у автора есть и темы для размышления, сформулированные специально для сильной половины человечества. Понимание женщины, уважение к ней, любовь к ней, что ей нужно для того, чтобы она расцветала. Вот это, я думаю, мужчины вынесли. Ситуация, знакомая многим, когда девушки и женщины бесконечно посещают различные тренинги, заменяют ими истинные отношения и при этом счастливыми так и не становятся. Все дело в активных действиях, точнее их отсутствии. А если у нее проблемы, и она читает, у нее проблемы, она приходит на тренинг и у нее проблемы, ну, это не радость. Я радуюсь реальным событиям в жизни человека. Мало того, у меня на консультацию человек не может прийти второй раз, второй, я провожу только одну консультацию. Раньше трех месяцев, через три месяца, если она звонит и плачет, что у нее ничего не получается, извините, я дал все. Если не получается, это только твои проблемы. Ты просто ленишься, ты просто не хочешь, ты просто дуришь. Радости больше или еще большей загрузки своими проблемами. Потому что она везде все виделась, везде сравнивала и все не в ее пользу. Обычно женщины живут на пяти-семи женских качествах. Это еще хорошо. Обычно три-четыре. А знаете, женских качеств более двухсот. Так вот, любить себя, ты изучи хотя бы, осознай женские свои качества. Ну, хотя бы часть раскрой. А если побольше? Представляете? Поэтому любить себя, это надо просто раскрыть себе вот свою суть. Момент такого ясного, четкого понимания, как будто небеса раскрылись, и она увидела всю жизнь разом. И увидела, как она шаг за шагом уничтожала свою семью. Моноспектакль «Три часа любви, изменившие жизнь» в Челябинске прошел с аншлагом. Этой весной наша публика ждала новой встречи с Анатолием Некрасовым. Но известная ситуация вмешалась и в эти планы. Встречу отложили до лучших времен. Многие магазины одежды и бутики в нынешних условиях работают онлайн. А это значит, что при очень большом желании можно позволить себе какие-нибудь весенние обновки. Ну, а мы, в свою очередь, представляем вам обзоры свежих коллекций, которые мы еще успели записать до сложившейся ситуации. Наконец-то весна, наконец-то обновление. Обновление всего, в том числе и гардероба. И как приятно изучать тенденции нового сезона непосредственно в бутиках, где новые коллекции уже заняли свое достойное место. Мы сегодня в бутике «Эвона». Особенность этого места в том, что оно полностью соответствует современным тенденциям, представлениям современного магазина, каким он должен быть, как сегодня правильно представлять моду. Тенденций много, мода разнообразна. И самые острые, остромодные идеи сезона весна-лето 2020 я сейчас вам представлю. Такая привычная и понятная и знакомая всем вещь, как кардиган, в этом сезоне попадает в категорию ультрамодных. Он удобный, он практичный. С чем мы его носим? И с брючными ансамблями, и с легкими воздушными платьями. Здесь вот, например, кардиган представлен с еще одной тенденцией. Это рюши, валаны и оборки. И здесь же мы наблюдаем смешение стилей. То есть платье, которое само по себе является вечерним, становится чуть более повседневным в сочетании с модным кардиганом. Еще одна тенденция платья в стиле 70-х. Это плессировки, это такие летящие, воздушные, шифоновые решения. Обычно говорят, черно-белые – это классика, и всегда она будет модна. Но иногда есть такие сезоны, когда черное с белым становится ультрамодным. А это значит, дизайнеры дают нам возможность не привыкать к чему-то новому, а носить привычные знакомые сочетания и оставаться при этом очень современной. Еще одно платье в стиле 70-х. И можно эту романтическую идею подавать вот в таком виде, с деловым жакетом. А сверху можно добавить пояс. Викторианский стиль зашел в моду надолго. Аналитики пророчат ему пребывание в течение нескольких ближайших сезонов. Викторианский стиль – это прежде всего вот такие рукава-фонарики. И, конечно же, валаны, рюши и оборки, они присутствуют прежде всего как элемент вечерней моды. Вот эти элементы могут вызывать неоднозначную реакцию, хотя это очень современно, когда мы смешиваем стили. Кстати, это вот тоже очень современно, когда непонятно, к какому стилю относится та или иная модель одежды. То есть что это? Это что-то деловое, потому что это черное и классического силуэта. Это нечто вечернее, потому что здесь такие очень красивые шифоновые рукава. И каждая из нас сама решает, в каком стиле и в какой ситуации все это может быть применимо. Наступивший уже весной будет популярен розовый цвет. И чтобы он не выглядел инфантильно, а выглядел очень достойно и благородно, то лучше всего выбирать такие сложные оттенки розового. Пришедшая несколько сезонов назад идея целостного костюма, она продолжает оставаться актуальной. И здесь же еще одна тенденция, линия 80-х. Еще одна идея в пыльно-розовом цвете. Это вот такое платье в стиле латино, с рюшами и оборками. Опять же, может быть представлена и как вечерняя модель, и может быть с жакетом или кардиганом, для того, чтобы у вещи был больший стилистический потенциал, для того, чтобы мы могли надеть его не один раз, а много раз, и каждый раз бы оно выглядело по-разному. Припыленный розовый – это далеко не единственный розовый оттенок, который предлагают носить нам предстоящей весной. Весной такие вот оттенки «Шокинг пинг». Чистый красный цвет присутствует в модных коллекциях уже не первый сезон, но каждый раз он называется по-разному. На этот раз красный цвет получил название «Алое пламя». Хочу показать вот этот комплект. Не только с точки зрения цвета и с точки зрения принта, очень современный. Это еще и идея, которая получила название «Новая женственность». Женственность, которая очень холодная и сдержанная. Вот еще одна идея. Платье в духе 70-х годов. Вот с таким элементом. И хочу показать вам несколько решений на тему «плюс сайз» с одеждой больших размеров. К счастью, прошли те времена, когда дамы с пышными формами носили однотипные какие-то распашонки и очень страдали от того, что у них есть один единственный стиль. Это стиль, который подошел им по размеру. Сегодня есть выбор. Дамы «плюс сайз» могут быть спортивными и носить вот такие вещи. Выбирать различные принты, которые им по душе графичные или цветочные. Или, например, вот такие вот решения. Кстати, эти же платья выбирают и дамы стандартной размерной линейки и носят их в качестве «оверсайз». Эта тенденция никуда не уходит, она остается и, может быть, нету гиперогромных размеров и решений, но свободная одежда, она так полюбилась современным женщинам и мужчинам, что вряд ли мы от нее в ближайшее время откажемся. Возвращаясь снова к большим размерам, дамы могут подавать себя в стиле неоклассическом. Эта же идея черно-белого сочетания, она также существует в больших размерах. Ну и, наконец, если девушка плюс «сайз» решила заявить о себе, чтобы все об этом узнали, то, конечно, стоит выбирать такие вот яркие решения. Леопардовый принт, плиссировка. Очень комфортно. И, кстати, здорово, что вот эти вот платья, они еще и неприхотливы выходят. Деконструктивные асимметрии тоже очень хорошо смотрятся и на девушках с формами, и на тех, кто предпочитает большую мешковатую одежду. Современный бутик – это нечто большее, чем место, где продается модная одежда. Сегодня здесь принято удивлять и вдохновлять всех, независимо от возраста и комплекции. Это место для модных экспериментов, споров о стереотипах и новых эмоциях, которыми также важно пополнять свой гардероб и свою жизнь. Телемедицина в Челябинске. Эту инновацию в числе первых у нас внедрили в клинике «Источник». Теперь пациенты имеют возможность получать консультации врачей разных специальностей дистанционно. Телемедицинская консультация будет эффективна в том случае, если пациент уже был у врача и теперь обращается с целью интерпретации анализов, назначенной в динамике, или уточнения диагноза, или коррекции назначенного лечения. На сайте клиники «Источник» и на ее страницах в соцсетях есть видеоролик с пошаговой инструкцией, как зарегистрироваться и записаться на прием. Нужно зайти на сайт клиники «Источник», найти вход в личный кабинет, авторизироваться через портал госуслуг и, оказавшись в личном кабинете, выбрать нужного вам специалиста, дату, время консультации и оплатить услугу. На этом процедура оформления телемедицинской консультации закончена. Первичному пациенту на онлайн-приеме специалист дистанционно сможет составить план обследования и дать рекомендацию к врачу какой специальности лучше записаться на прием. Пациенту, который ранее не был у врача, к которому обращается на онлайн-консультацию, нужно понимать, что в рамках такой консультации невозможно выставить диагноз, назначить лечение. И дистанционно врач может порекомендовать специалиста, к которому необходимо обратиться, скорректировать или назначить план обследования или провести беседу о профилактических мероприятиях при том или другом заболевании. Расписание телемедицинских консультаций открыто у врачей разных специализаций, в том числе и узких – эндокринолога, ревматолога, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, гинеколога и других. Это особенно важно для людей, имеющих хронические заболевания. Ты яркая девушка размера плюс сайз. Любишь свое тело и давно мечтала стать моделью? Тогда прими участие в конкурсе красоты «Леди Мармелад» и выиграй 100 тысяч рублей. Подробности в группах «Конкурс «Леди Мармелад». Приглашаем партнеров! Все наши сюжеты найдете в сети на Бравбьюти Тайм ТВ. Мы всегда на связи через Инстаграм. Заходите, подписывайтесь, комментируйтесь и делитесь. Ну и, конечно, берегите себя. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом. Я». Субтитры делал DimaTorzok